Не отключайте питание радиоприёмников. Начинается передача данных. Расскажи, пожалуйста, предысторию, почему ты здесь, это важно. Ну, предыстория-то была прошлой осенью, в конце ноября, в начале декабря была выставка Non-Fiction в ЦДХ. И вот там я встретил Эльвиру Насибулину, которая безумно увлечённо рассказывала про античную кулинарию, про то, что ели древние римляне. Это была лекция совершенно феерическая, это, наверное, было самое интересное, что было на Non-Fiction. Оторваться от этого было невозможно. И вот, наконец, не прошло и полугода, как Эльвира у нас в гостях. Эльвира Насибулина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии, античной кухни. Она расскажет нам всё-всё-всё про то, что ели римляне. Здравствуйте. Здравствуйте, Эльвира. Добро пожаловать. И Денис настолько заразил вот этим желанием узнать, потому что сама тема, она даже простому человеку на ум не придёт. Во, какая находка. Слушайте, ну я старалась подготовиться, и вот какой у меня первый вопрос возник. Если копьё пехотинца, там же была армия, да, в Древнем Риме, вот мне хочется как-то с военных начать, а потом, может, и с простыми говорить. Ну, тем более, что армия была там типа основой государства. Да, да, да. Так вот, копьё пехотинца весило 4-5 килограмм. Размер щита, это 75 шириной и метр двести высотой. 23 килограмма военное снаряжение для похода. Да. Я могу, конечно, как женщина немножко ошибаться, но на самом деле 23 килограмма, их называли муллы-мария. Вот, вот, вот. То есть они на себе несли всё, что нужно было нести. Что нужно было нести. И я подумала, что тут без диетолога нельзя было бы обойтись, потому что нужно было бы учитывать для армии питательные вещества какие-то, витамины. О, нет. Заморачивались на эту тему? Всё намного проще. Дело в том, что легионеры заранее набирались в основном из крестьянских семей, крепкие, здоровые, молодые парни, которые только отслужив в армии где-то от 6 до 20 лет, в разные эпохи, ну, временные отрезки по-разному, могли заслужить земельный участок и накопить своё жалование и подняться социально. Поэтому конкуренция была достаточно большая, поэтому в армию набирались здоровые мужчины, естественно, они были профессионалами, их тренинговали очень долго и много, они постоянно были в тренировках, это были здоровые, спортивные, ну, не спортивные, но крепкие, суровые мужики, на самом деле. Слушай, а можно там было прыгнуть из грязи в князи? В конце определённого исторического периода, да, допустим, когда солдатские императоры появлялись, конечно, всё было возможно, но до этого всё было строго рекоментировано. Но, честно говоря, наверное, этот вопрос был бы к историку военного, военное... Мы-то хотели узнать, как они питались, чем их кормили. Да, мне хотелось, всё было очень-очень разумно и просто. Какое мясо было главное? Главным мясом была свинина, и поэтому это были копчёности, поскольку это поход, это Средиземноморье, это в большинстве случаев жаркие страны, да, засушливые, ну, до, допустим, завоевания Галлии, когда они двинулись дальше, проще всего было готовить копчёное мясо, окорока и всё остальное. А то, что мы сегодня назвали бы хамоном. Да, да, в основном это было так. И какое-то количество мясной пищи добывалось охотой. Но, честно говоря, мой опыт исторической реконструкции, это, например, три недели жизни в Судакской крепости в довольно суровых условиях, научил меня тому, что именно пища легионеров – это самая здоровая еда. Например, это пульс, то есть пшеничная каша, похлёбка на основе мяса, вот копчёного мяса. То есть бульон. Не бульон, скорее просто грубая пшеничная, вот пшеничная размолотая каша, которая называлась вообще в советские времена артек. То есть здоровая пища пионера. Пионеры питались здоровой, нормальной едой. Легионеров. И легионеров, да. У них же была ещё полба. Полба и пшеница. Это обильная история, да. Предшественники пшеницы. То есть грубая солдатская пища, она невероятно оздоравливает человека. То есть ты не испытываешь никаких проблем с пищеварением, если ты питаешься таким образом. И поэтому в походы мы теперь всегда с собой берём вот эту самую пшеничную крупу и раз в день, ну, минимум два раза в день ты себе это делаешь. А где вы её берёте? Она же как-то помолтая, хитрая. По-моему, она стоит 12 рублей килограмм, если вы внимательно присматриваете нашу полку. Её легко можно найти у нас вот внизу в редакции. Можно, конечно, дойти до полного исторического такого, знаете, абсолюта и детализации, и заказать спельту, потому что возделали спельту, размолоть её. Что такое спельту? Давайте, да, про спельту и полбу поговорим. Это предшественники, дикие предшественники пшеницы. Нет, это уже селекционированные пшеничные культуры. До того, как появилась в селекции пшеница, были, так называемые, оболоченные пшеницы. Ну, допустим, так, двоюродные сёстры пшеницы. А за счёт того, что они в оболочке, они труднее обмолачивались. Но сейчас прямо пик возделывания и популярность именно этих видов зерновых культур, потому что они безглютеновые, на них нет аллергии у людей. И есть ещё одна тонкость. Они очень отрицательно реагируют на использование пестицидов и удобрений. То есть в отличие от пшеницы, которая просто впитывает пышную колосицу, если поля удобряются, вот эти культуры возревают крайне скверно. Поэтому, если вы берёте спирту или полбу в своём питании, вы понимаете, что вы берёте здоровый продукт. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу, на какой диете были римские армии на очень суровой диете. Вот так, как и должно быть скудное питание, интенсивные тренировки и боевые упражнения. Я где-то читал, что на легионера приходился килограмм зерна в день. Чуть больше. Чуть больше? Да, 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 где-то полтора килограмма. Но при этом всегда считалось, что если армия в походе, она прокормит себя сама. То есть в этом снаряжении легионера, который весил 23 килограмма, у него ещё был цепь и серп. Если они встречали поля, они тут же останавливались, всё его так почистую срезали, обмолачивали, грузили на мулов, которые у них были, или ослы. А потом это размалывали жерновами на каждой контубернию, то есть на 8 человек это жили в одной палатке. У них вот именно всё это хозяйство было. Они размалывали эту пшеницу, готовили свою еду. До этого они должны были выкопать и построить себе лагерь, придя вот со всем этим снаряжением, построить укреплённый лагерь. Получается, каждая палатка обслуживала себя сама. Да, это вот тот самый случай, когда армию никто особо не снабжал. Они сами себя... Простите, а если они встречали мирных жителей, страшно сказать. Вот нельзя было ничего до какого-то определённого периода, если командир был достаточно честен и следовал уставу и установке английской армии, грабить мирное население было нельзя, нужно было всё покупать. Но мы понимаем, что война это такое дело. Хорошо, я контрастный вопрос задам. А чего не ели вовсе? Ну, допустим, было запрещено в связи с чем-то. Нет, 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 жёстких запретов не было, не было какого-то религиозного какого-то, да, знаете, такого табуирования. Всё ограничивалось только тем, что, например, говядина, крупный рогатый скот использовался как тягловый, соответственно, его... То есть его не ели вообще? Было сложно его съесть, он же жилистый и рабочий. А ещё не начали, получается, выращивать коров, которых насъедили? Свиньи выращивали. Свиньи выращивали. Понимаете, примитивное хозяйство, пусть даже уже отселекционировано в античную эпоху, это очень рациональное хозяйство. Например, овцу проще было доить и стричь, чем её съесть. Она даёт в среднем столько же молока, сколько скверно-удойная корова. А крупный рогатый скот, если он... Он же не может быть универсальным. Он либо молочный, либо мясной, либо рабочий. А он был рабочий, потому что пахали, работали, и грузы возили на валах, все эти грузы перевозились на повозках, запряжённых валами. Это был рабочий скот. Соответственно, у этой коровы молока было только на её телёнках. Просто я думаю, если в большинстве своём ели свинину, то, получается, огромная должна была быть смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, друзьями, особенно мужиков. Это же холестерин. Да, считается уже что-то холестерин, сало, это вредно. Давайте всё-таки смотреть на средиземноморскую диету, на её базу. Она же... Рыбора, оливковое масло, потому что границы... Всё, что да, всё, что антиксидан. Границы, да, эллинистического мира, мы же не задумываемся об этом, это границы произрастания оливы. Там, где она перестаёт расти, там начинается варварство. Соответственно, да, огромное количество рыбы, зерна. Прежде всего, их называли зерноедами. Они, римляне, вообще больше всего питались именно зерном. Зерно, овощи, рыба, оливковое масло и очень немного мяса. Потому что оно было либо в обработанной форме. Потому что до сих пор до стой поры Италия, это у нас законодатель, да, гастрономической традиции, да, колбасной, сырной, сырокопчёности. Небольшое количество хамона, да, может украсить блюдо, приготовленное, допустим, в котле. Вы приготовили пахлёбку, если там высокого класса сырокопчёность, да, всё, всё, это вкусно. Слушайте, ну всё, уже у всех слюнки потекли, друзья мои. Так что прерываемся буквально на несколько минут. Минуты студии, Эльвира Насибулина. Эльвира, я тогда, чтобы успеть, главное спросить, вы занимаетесь реконструкцией Древней Рим. Почему реконструкции, почему Рим и откуда информация? Нужно, здравствуйте, да, нужно обязательно сказать о том, что Россия, это, как ни странно, часть, ну, может быть, не Римской империи, а зоны римского влияния. То есть Крым, Тамань и Геленджик – это те места, где стояли римские легионы и римские отряды. Допустим, Херсонес, мыс Айтадор, там крепость Харакс, в Геленджике стоят развалины римской дозорной башни. И, например, если вы будете в Балаклаве, вы обязательно попросите, чтобы вам показали остатки Калидонской дороги. Это римские дороги. У нас в России есть, да, есть три. Я тоже видела римские дороги, по которым ступали их ноги. Они до сих пор в великолепном состоянии. То есть есть развалины Акведуков, есть развалины цирков в Херсонесе Театр Античный. Он был перестроен в гладиаторскую арену, там шли гладиаторские бои. То есть, в общем-то, мы являемся окраиной римского влияния. И тоже хранителями истории, получается, да? Да, конечно. И хранителями истории, на мой взгляд, являются наши замечательные музеи, энтузиасты, просто горящие люди. Это хранители Херсонесского музея и реконструкторы, которых, на самом деле, очень много. У нас в Крыму стояло во времена Нерона 3000 легионеров. И в Черном море регулярно заходил Равенский римский флот. Поэтому также там стояли такие легионы, как Пятый легион, Одиннадцатый, частично Первый итальйский. И клубы античных реконструкторов страны, они носят название этих клубов. Это называется Первый легион, Пятый легион. Да, и мы... Я, например, представитель Десятого легиона, то есть, крушивший в проливе, да. И вы там живете в Крыму вот так, как жили римские легионеры, просто вот... Да, конечно. Отказав себе... То есть, это заключается реконструкция? Вы приезжаете и живете жизнью легионеров? Реконструкция – это очень интересное занятие. Итак, мой клуб – это Десятый легион, крушивший в проливе. У нас очень много представителей в Белоруссии, в Петербурге, в Москве, в Туле. Я тульский представитель. Чем занимаются реконструкторы? Это реконструкция материальной среды, обитания. Наши парни занимаются реконструкцией воинских построений, боевых приемов, абсолютно скрупулезно восстанавливают античные вооружения римских легионеров. Это бесконечно интересный вопрос. А мы же, девушки, занимаемся реконструкцией кулинарии. Это моя любимая тема. Я уже три или четвертый год в ней по самой, наверное, сердцевине души своей. Макушку. Да, мы живем, мы приезжаем в Крым. И когда вы оказываетесь в Крыму, в условиях, в каких жили римские легионеры и вообще древние античные люди, палатки – это жара, это вооружение вокруг, эти воинские команды на латыни, это приготовление пищи на огне, это использование керамики и всего вот этого бытового наполнения. Вот, кстати, про огонь и про керамику. Я посмотрела фотографии с реконструкциями работы, как правильно сказать, термополия или термополия? Термополия. Термополия – это древнеримский трактир, друзья, перевожу, или бар. Я, кстати, видела в Риме, вот его узнал. Да, да, да. Выглядит все очень аппетитно. Меня интересует, известно ли, уделяли ли внимание украшению блюд? То есть то, как его подать. О, это так интересно. Понимаете, Древний Рим, прежде всего, это родина фастфуда. Поскольку Древний Рим, как мегаполис миллионный, он обеспечивал своих жителей прежде всего водой в огромном количестве. Он обеспечивал, наверное, зрелищами и едой, потому что хлеб раздавали. А вот самое сложное, что там нельзя было или сложно было найти, это именно огонь и горячую еду, потому что город мог гореть. Соответственно, в домах, да, вот этих инсул, до шести этажей эти огромные здания, инсул, остров. Люди могли пользоваться только жаровнями, и чем выше поэтажности ты находился, тем меньше у тебя было этих бытовых условий. То есть помыться можно было только на улице в термах. Любые иные физиологические отправления, также это всё делалось на улицах в латринах. А поесть ты мог только на улице. Ну, если ты средний житель города, не патриций, владелец домоса, усадьбик. То есть дома никаких кухонь не было, дома еду не было. Только жаровни. Ну, конечно, были какие-то, если мы будем говорить не только о кухнях, какие-то горшки, которые категорически запрещалось выбрасывать в окно. То есть горшок было проще выкинуть, чем выносить всё это. Тем не менее, еда – это только на улице. Поэтому были папины, это бар, где можно было выпить, если как закусить. Были термополии. От слова «папа»? Нет, от слова, наверное, «попить». Но надо смотреть латинское исходные формы. Термополия – это тёплая еда. Термополия, да, там нужно было покушать. И были ещё заведения, где можно было ещё и переночевать, наверное. И придорожные трактиры, естественно, были. Но в городе фастфуд – это у нас все наши Макдональдсы, все наши закусочные – это всё родом из Древнего Рима. Итак, когда человек мог поесть только на улице, причём, считалось так, если у вас три человека – это уже компания. И императоры в определённые периоды, тот же самый Нерон, они просто запрещали подавать горячую еду в термополиях или трактирах, чтобы люди не собирались, не говорили о политике. Поэтому украшения… Но Нерону было чего бояться? Да нет, только Нерону. Эти указы принимали многие императоры, но, как вы понимаете, они были нереализованы. Поэтому думали ли люди, которые ходили на улице поесть об украшении блюд? Думаю, вряд ли. А вот античные пиры патрициев, о которых мы знаем гораздо больше, конечно, там фантазия была безгранична. Но подождите, давайте всё-таки поговорим про фастфуд. Что это был за фастфуд? Человек выходил, и что он ел? Гамбургер или хот-дог, или даже пицца. Давайте сразу говорим о пицце. Пиццеа – это значит лепёшка. Причём это будет начинка не сверху, а снизу. И есть разные версии, что это легионеры привезли из Палестины. Эту традицию есть в версии, что это древнегреческое, ну, такой пирожок-репёшечка. То есть можно было на улице получить, наверное, пиццеа, можно было какие-то колбасы тушёные, можно было, наверное, получить похлёбку, потому что сама термополия, да, это же ещё струящаяся вода, в которой мыли посуду. Это достаточно комфортно устроенные места. Но еда была простая, чечевичная похлёбка, какое-то количество овощей, может быть, немного колбасы и, конечно, подогретое вино. Поэтому... Вот, кстати, насчёт вина. Почему они его разбавляли? Так, вино. Понимаете? Вот объясните, это было такое же вино, как вот сегодня, да, или это было какое-то бурствовое специальное? Начнём от того, чем разбавляли. Понимаете, это жаркие страны, где в течение дня при 40-градской температуре питьевая вода сразу становится источником заражения и желудочно-кишечных проблем. Это люди заметили сразу. И даже в Древней Греции большая часть источников была не... Ну, либо солёная, либо невкусная вода. Поэтому питьевой воды, как таковой, практически не было. А что же пили люди? Они пили вино. То есть просто забродивший виноградный сок. Это был единственный способ что-то утолить, жажду. Поскольку воду не кипятили, такой традиции не было. Травяные настои не пользовались большой популярностью, хотя римляне были фанатами ромашки, она у них повсюду. Но всё равно при традициях виноградарства, виноделия, вино было способом утолить жажду. Нужно понимать, что традиция античного виноделия – это сухие вина, креплённых вина не было. И сохранить вино в амфоре можно было только либо в густоосмалённой амфоре, либо добавив в неё очень много. Для нас достаточно непривычных и неприятных порой вещей. И да, скажу по опыту реконструкции, сухое вино, разбавленное водой – это самое замечательное средство для утоления жажды. Ты не пьянеешь практически. А безалкогольные напитки какие-нибудь были? Но дети не могли же пить это? Разбавленное вино. То есть и дети пили? Там ещё и цирроз, Денис. А ты знаешь, что в средние века люди постоянно пили пиво по тем же причинам? Конечно. Они всё время ходили слегка пьяные. Да, где-то с… Совершенно серьезно. Они пили пиво только потому, что это средние века, а там по-другому нельзя было существовать. Воды не было. Просто было всё вокруг очень грустно. Это сейчас не про Рим, а про средние века в Европе. Там трезвым сложно было быть. Вино могло быть очень разным. И если вы заглянете в группу «Термополе» ВКонтакте, вы там увидите, там целая подборка. Я по винодели уже, наверное, похожим по античному. Могу издать целую книжку. То есть от элитных сортов, известных нам, да, Фалернского и многих-многих, до самых простых. Даже рабов поили вином. Разбавленным, прокисшим, там, отжимками отжимок и так далее. Подождите, вы говорите «даже рабов». Ну, а если их не поить вином, то чем их поить? Тухлой водой, получается? Да, тухлой водой. А, подождите, тухлая вода, она как-то обеззараживалась, да, за счёт вина? То есть спиртного было? Она не была тухлая, она просто разбавлялась. И потом вино подогревалось. То есть это ещё добавляли специи. А, то есть это был глинтвейн. Нет, я бы сказал, что это глинтвейн такой. Но вино белое? И белое, и красное. Самое разнообразное. Поэтому в термополии как раз можно было выпить кружечку, стакан горячего напитка с дефрутумом, с заизюмами. Да, вот сейчас мы продолжим через несколько минут. Обязательно перейдём к деликатесам, я вот такой небольшой анонс, и действительно к рецептам. Деликатесам! Эльвира Насибулина, исторический реконструктор. Принимаем в гостях исторического реконструктора, исследователя античной кулинарии Эльвира Насибулина. Эльвира, ещё раз здравствуйте. Здравствуйте. Для слушателей тех, кто только что присоединился, скажу. Говорим мы о древнеримской кухне, о древнеримском быте, отчасти, конечно, кухонном, кулинарном. Ну и об армейском быте с точки зрения пропитания. Но у Дениса настойчивый вопрос. Он ведь с меня глаз не спустит. Мы до рекламы, да, мы до рекламы начали говорить про вино и про то, что оно было в жизни римлян. И вы начали говорить про дифрутум, который добавляли в вино. Что это такое? Дифрутум – это способ консервации или сохранения урожая винограда. Понимаете, да, что виноград, в общем-то, снимался, ну, не очень короткий промежуток времени, но интенсивно. Из всего этого нельзя было сделать вино, поэтому отжимали виноградный сок. Мы сами его давили ногами на античный пресс. Я напоминаю, Эльвира занимается реконструкциями и живёт периодически как нормальная римская женщина. Да, как все античные реконструкторы, да, мы ждём этого сезона и отдаёмся со всей страстью этому. Итак, мы отжимали виноград ногами, собирали это винное сусло. Винное сусло можно было использовать для заквашивания хлеба, поскольку дрожжей тогда культуры тоже не было, в том виде, в каком мы привыкли. И когда вот этого виноградного сусла, виноградного сока так много, то римские хозяйки занимались тем, так же, как и рабы, причём я понимаю, почему римские хозяйки поручали это рабам, его уваривали до состояния густого сиропа. На открытом огне, в жару, хозяйка дома, да, помешивая непрерывно вот это вот всё время густеющее варево, она его уваривала с добавлением пряностей. И вот этот дефрутом, да. Которого алкоголя уже не было, то есть он был. В общем-то, да, в общем-то, да. Его, этот сироп хранили, в зимнее время разбавляли горячей водой, и, в общем-то, мы привыкли называть это вином. Хотя на самом деле это мог быть просто разбавленный виноградный сироп с пряностями, иногда это будут какие-то очень странные добавки в виде разболонтого, например, мрамора или мела, или хлебной муки. Да, они муку любили зачем-то добавлять в вино. Потому что это вкусно, и это уравновешивает достаточно кислый порой вкус вина. Вы сказали по поводу консервирования. А вообще, ну, было консервирование, соленья, маринады? Всё это было. Вот это вот всё. Всё это было. Мы снова возвращались к тому, что это Средиземноморье, это жаркие страны, климат довольно проблемный для того, чтобы сохранить продукты. Мы привыкли к холодильникам, у Римлян были холодильники, то есть они заполняли льдом определенного рода ямы и хранили там скоропотящиеся продукты. Но это для аристократов. А в обыденности люди очень много заквашивали. Был специальный сезон заквашивания. А что квасили-то? Всё, фрукты, овощи. Ну, капуста – это отдельная история. Мы привыкли к кочанам капуста, там была скорее листовая. То, что мы называем сейчас капустой кале. Очень много заквашивали овощей, естественно, засаливали, уваривали в мёде. Мёда было гораздо больше, чем мы можем себе представить. И не было огромного количества продуктов, к которым мы привыкли. То есть если из этой палитры вкусов и продуктов, доступных нам, мы сейчас уберём всё то, что нам подарил Новый Свет. Америка. Америка, да, да. И Юго-Восточная Азия останется крайне немного продуктов. И жонглировать именно этими продуктами, готовя из этого что-то вкусное по рецептам античной поры, это невероятно увлекательно. Это на самом деле становится интересным исследованием. Потому что добавляя в мясные продукты финики, орехи, изюм, рыбный соус, о котором вы ещё не спросили, но все должны спрашивать о гаруме, получаешь очень интересные сочетания. Это на самом деле вкусно. А надо пояснить, напомнить на всякий случай, что никакой картошки, естественно, там не было никаких помидоров, никакого там болгарского перца, ничего из того, что привёз Колумб, в Риме просто не знали. Это скорее была кухня, приближенная к индийской. Погодите, а в чём, то есть, получается, гарнир был один, зерновые? Овощи. А, ещё овощи. Конечно. Но овощи – это не гарнир, на мой взгляд, если только их тушить, варить, а если свежие, то это клетчатка у нас получилась. Ну, знаете, Марциал, например, в своих сатирах писал, что там пригласивший его на первый аристократ, Патриций, подавал своим гостям целые луга. То есть они очень любили салу. Заваливали, да, у них же есть на картинах, просто жертвоприношение заваливали всё зеленью. Они большие поклонники, зеленушки были, да? Да. И ещё римские перы – это дифференцированное гостеприимство, нам тоже это нужно понимать, что… Расскажите, что это значит. Какие-то гости получали всё то, что кушал хозяин, а те, что подальше, например, приглашённые вольноотпущенники или не очень статусные люди, они могли получать некую видимость угощения. И порой в сатирах говорилось, вот ты сам вкушаешь, допустим, рыбу-краснопёрку, а мне на блюде, да, там какие-то объедки. Духлую сороку – это марцаловская сатиря. Да. Смотрите, о чём, наверное, сразу надо сказать, что в Риме перы, вот эта вот склонность к роскоши, к великолепию, да, она началась в какой-то момент определённый. До этого римляне ели просто, они как бы не были черевоугодниками, не были бурманами. И Патриция тоже так хорошо сказала. Да, все ели просто нормально, а потом как-то пошло, 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 и началось вот это вот знаменитые пиры Тремлхиона, да, вот. И докатилось. И докатилось. И они поглядили в роскоши, и Сеника, например, он очень гневно бичевал. Да, бичевал, но безрезультатно. То есть период, ну, допустим, республики, наверное, так, и до воцарения императора Августа этично и, наверное, достойно считалось аристократу Патрицию следовать заветам предков, кушать мало. Тот же самый императр Августа отличался весьма такими простыми вкусами и бичевалась, порицалась и осуждалась, обжорство, и уж тем более пьянство. Поэтому пока верхи, да, элита поддерживала в себе эту строгую мораль и умеренное потребление, Римская империя стояла твёрдо, а как только началось то, что началось, всё зашаталось и рухнуло. А как оно началось? С чего? Вот они вот жили так спокойно, питались здоровой пищи. Это знаменитый законодатель мнения, как сегодня бы сказали. Это же произошло буквально там за считанные десятилетия. Вы знаете... Своя Бузова какая-то появилась, да, и всех поднял. Наверное, скорее всего, это объясняется тем, что стали доступны ресурсы очень многих стран. То есть завоевание регулярное, планируемое. Появилось предложение, появился спрос. Да, то есть человек на самом деле не мог никак иначе, наверное, продемонстрировать своё богатство, реализовать себя в обществе. И, кроме того, допустим, чтобы получить большое количество избирателей, что-то ещё, их же надо было как-то кормить, угощать и ублажать. Вот и всё. Это своего рода, наверное, пищевая коррупция какая-то. Ну вот и начались те пиры, о которых мы читали в Петроне. Пёрышки, да, чтобы дальше... Да, да, да. Это правда, кстати, или это легенда, что люди ели-еле-еле, а потом искусственно вызывали рвоту, чтобы... Я всё собираюсь написать статью про то, что древние римляне ещё изобретатели рвотных пакетов. У них вот были такого рода приспособия, чтобы... Чтобы не пачкать... Чтобы... Мы в своей жизни проводили лёжа, если мы говорим о патрициях. Он лёжа перемещался в своей лектике, в носилках. Он лёжа вкушал, он лёжа читал, он лёжа писал. Он, может быть, только... Лёжа приятель. То есть, как для Обломова, естественное состояние... Естественное состояние человека, образованного, культурного и богатого, это жизнь в таком комфортном положении, в лёжачем. Поэтому, да. Вы сказали про пакеты, а я хочу уточнить здесь же про салфетки и приборы. Есть у вас что-нибудь интересное? В салфетках? Ну, не совсем в римских салфетках. Ну, кроме того, что в салфетках, да, прежде всего, когда человек приходил приглашённый, это же нужно было заслужить такую честь, быть приглашённым, и большую какую-то часть своего времени римский гражданин, не занятый каким-либо трудом, он пребывал на форуме, где-нибудь в термах, пытался войти, быть заметным, чтобы заслужить это приглашение на пир. А пир это начинался где-то в три часа и заканчивался, наверное, к тому, как потемнеет, потому что нужно очень быстро и стремительно вернуться домой. Рим был опасным городом, освящения не было, охраны тоже, поэтому всё было очень ограничено световым периодом. Итак, он получал приглашение на пир, ему тут же выдавали салфетку специальную. А из чего она была? Это была льняная салфетка, в которую он мог забрать с собой остатки несъеденного, и многие этим пользовались активно, и уходили с пиров с солидной добычей. Вытирали руки, и, кстати, руки... Я не люблю вообще, на самом деле, все эти нравы патрициев, потому что это то, что сохранилось в истории. Намного интереснее жизнь простого человека, которую не описывают. Кулинарные книги также, они же только сейчас стали для нас каким-то предметом, наполненным информацией. Как есть прописи, составы, как это готовить. Всё до этого. Кулинарная книга – это просто возьми вот это, вот это, получи вот это. Поэтому и жизнь обычного человека, она не освещалась. Это было неинтересно не историкам, потому что историкам, летописцам интересна жизнь полководца или какого-нибудь абсолютно скандального персонажа, он не будет описывать жизнь простого человека. И даже командира, допустим, легиона, или хлебопёка, или ремесленника. А жизнь – это ведь это. Ну, да. А не этот список анекдотов, что, боже, перед Гелия Габала, когда с живых петухов срезали гребешки и подавали тут же, или мурены, которые должны были, могли съесть раба и тут же подаваться на стол. Тем не менее, вот Гелия Габал как раз – это император, который уступил, ну, стал он правителем в 14 лет, в 18 его уже убили, протащили через весь Рим. Да, было за что, да. Было за что, потому что персонаж абсолютно омерзительный. Давайте о нём поговорим, пока он существует. То есть, когда поедались, подавались на пирах там пятки верблюдов, или в рис домешивался жемчуг, а в чечевицу янтарь, то есть фантазия была безгранична. То есть он довёл это всё уже до... До какого-то абсолютного извращения. Или, например, когда рыбка краснопёрка, нет, не краснопёрка, мы её называем, мы её с вами знаем, как... Барабулька. Барабулька. Да, они же наслаждались тем, как барабулька организировала, умирала, она меняла цвета, поэтому в стеклянном сосуде приносили барабульку, какая-нибудь изысканная патрицианка специальными щипчиками стукала бедняжку по голове, и потом все с упоением наблюдали, как барабулька меняет цвет, и посвящали этому стихи. Это своего рода декаданс, на мой взгляд, гулинарный. Да. Кстати, да, ну, барабуличный какой-то. Ну и да, и логично предположить, что, в конце концов, империя гикнула, тем большим образом, следствием всего. Конечно, потому что столько ресурсов тратится для того, чтобы, извините, чтобы, например, тот же самый Апицей или, нет, отправил корабль, потому что у берегов там Северной Африки поймали какую-то невероятно крупную рыбку, и вот корабль приплыл, он посмотрел, сказал, да нет, ничего особенного, поплыли назад. Понимаете, какое количество ресурсов государственных тратилось вот на такие причуды? Про муреную раба. Да. Мне интересно, что, да. Скормили рабов муреном. И потом их тут же съедали сами? Ну, наверное, через какое-то время. Потом, знаете... А в чём прикол? Прикол в том, что мурена, она могла быть, как говорили, приручена, и когда у тебя такая любимая мурена плавает в бассейне, если раб провинился, то его просто кидали в этот бассейн и смотрели, доплывёт, не доплывёт. Ну, обычно не доплывал. Друзья мои, продолжим через несколько минут. Вот Эльвира Насибулина, исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии. Не отключайте питание радиоприёмников. Идёт передача данных. В студии исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии Эльвира Насибулина. Которая знает о кулинарии Древнего Рима всё. Да. Просто всё. Я, чтобы успеть, с Вашего позволения, задам вопрос. Вид античных продуктов, ну, можно одной строкой, чтобы мы побольше успели. Мясо, овощи, фрукты и так далее. Они сильно отличались от привычного нам сегодня вида? Отличались. Самый там хит-парад из пяти, допустим, наименований. Ну, прежде всего, нужно понимать, какое количество времени нас отделяет селекции и усилий растеневодов, животноводов, которые за столько веков изменили растения, приспособив их к нашим вкусам. Поэтому реконструкция, это самый большой секрет реконструкции, полная реконструкция невозможна. Потому что восстановить то, что было столько веков назад, нереально. Мы можем только попробовать приблизиться. И каждый вопрос, ответ на каждый вопрос дает еще 10 вопросов. Поэтому, наверное, интересно посмотреть, как античная традиция сохранилась или повлияла на итальянскую традицию. Да, это очень интересно как раз. Мы уже говорили о пиццах, да, что пицца это... Ну, под вопросом, тем не менее, родом из Древнего Рима. Паста, да, лучший способ сохранить зеленовую муку, это приготовить из нее пасту, высушить. И уже дальше использовать, потому что так она сохраняется долго. То же самое, как римская армия, например, почему ее не снабжали мукой? Потому что мука, это то, что может намокнуть, испортиться, любой дождь, и это уже армия без продовольствия. Поэтому транспортировка была в форме зерна. Поэтому паста, это лаганум, то есть это такие, ну, как обычная домашняя лапша. Это тоже было. Все виды сыров, потому что Древний Рим, это 300 видов сыров. Ого! 300? А моцарелла там, допустим, была? Ну, моцарелла все-таки это буйволинное молоко. А пармезан? А пармезан, да, конечно. Выдержанные сыры и молодые сыры были. Нужно понимать, что только после того, как Римская империя расширилась и захватила, я думаю, где-то Египет и территорию Франции, тогда хлебные поля Италийского полуострова заменились лугами. И тогда уже появились молочные коровы, и появилось изобилие молока. Вот до этого были овечья и козья сыры, что тоже, кстати, неплохо. Поэтому, что еще хорошо, то что римляне везли с собой, и сначала в Рим, и плодовые деревья, таким образом, персики, сливы, черешни, вишни, многие овощи. То есть ягоды были все те же, которые нам привычны? Постепенно, постепенно. Нет, ну не совсем, все-таки они были... Откуда они их везли, вы говорите? Персия. Поэтому персик, да? Да, конечно. Ну, то есть там, где они произрастали, они же не росли в Италии сначала. Нет, я поняла, да, ну, сливы-то не сливи, поэтому я и хочу уточнить. И так очень много плодов, все, что они вели хорошего, ну, например, из Карфагена, уничтожив его, они привезли все 12 томов Магона, да, известнейшего агронома. И использовали эти агротические наработки, и также везли на завоеванные территории, вплоть до того, что лук, чеснок, травы, это все привезено в Европу римлянами. То есть лука и чеснока не было до них? Нет, и так же, как и не было многих других овощных культур. А лук, где они взяли лук? Дикий лук, вот, давайте смотреть, что Средиземноморье, вот этот плодородный полумесяц, это вообще родина большинства пищевых растений. 14 видов зерновых из тех, что используются человечеством, по-моему, 24 вида зерновых культур, ну, 16 видов, это Средиземноморье, это основы нашей цивилизации. То же самое, как и все овощи, предки, большинство овощей, которые мы знаем, это Средиземноморье. Все, я поняла, да. А рис у них был, например? Нет, конечно, нет. Они о нем знали, но это было как такое экзотическое лекарственное средство. Они говорили, что в Индии есть, писали такое растение и такое зерно, так же, как, допустим, сахарный тростник и многое другое. Какое блюдо из наших обычных удивило бы их, и какое из их блюд обычных удивило бы нас? Какой интересный вопрос. Наверное, больше всего нас удивит то, что Древний Рим – это родина всех овощных и привычных нам супов, в том числе и борща. А, сейчас за борщ будет битва, сечево будет просто. Не будет сечево, потому что... Нет, не у меня с вами, это всегда за борщ. У них была свёкла, но помидоров у них не было, да? Свёкла была листовая, то есть, скорее, мангольта. Но, тем не менее, овощные супы они варили. Почему они компоты не варили? Вот сижу за компотом... Нет, подожди, мы про борщ говорим, да, борщ. Римский борщ, что он на себя представлял? Ну, опять же, сыр копчёности и огромное количество овощей. Чтобы нас удивило, например, последнее, что я читала, это знаменитая книга «Пицца». Вот сейчас я составляю меню для античного пира в Ялте, буквально через три недели будем это делать. С одним ресторатором. И, о, блюдо из лепестков роз по пиццу. Начинаем читать. Возьмите лепестки роз, возьмите говяжьи мозги, всё это перетрите, залейте яйцами и положите в сковороду и в печь. Я думаю, нет, наверное, готовить не будем. Некоторые вещи нас, на самом деле, могут удивить. Например, там, тушёные медузы. А как их? А вот, ну, в принципе, медуз можно готовить, только нужно очень много воды. Они их нужно уваривать, уваривать и уваривать, пока не надоест. Я, когда готовилась к этой программе, моя приятельница сказала, что её удивила на рынке. Она впервые притормозила, услышав язычки этих, как кроликов. И она говорит, я не захотела, при том, что я люблю субпродукты. Они, кстати, были поклонниками субпродуктов? Да, конечно. Они были ещё поклонниками язычков, например, соловьёв или фламинго. Это сколько надо было? Да, много. Они ещё мозги фламинго очень любили. И страусов тоже. Сейчас мы вернёмся к одной очень интересной вещи. Что бы нас удивило, нас бы удивили сони. Сони это кто? Это зверьки. Такие вот зверюшки, да, мышки с пушистыми хвостиками, садовая соня. Они их выращивали в специальных сосудах и откармливали, а потом ели с мёдом. Такой пушистый, милый зверёк. Сейчас, правда, соня в Красной книге, но я не думаю, что потому что её съели, а потому что изменилась среда обитания, там что-то распахивается, что-то... Ну, как у Льюиса Кэррла, помнишь, была соня. То есть вот да... Я представляю, послушайте, мне всё-таки интересно. Вот эти мелкие вещи, они что, их тушили, жарили, что им было привычнее всего? Жарить, тушить, варить, как и нам? Да, конечно. А что можно придумать нового? Нет, ну, может, там, на пару, я даже не знаю, что-то более популярное. Жарили, тушили, запекали. Недавно рассказывала своим реконструкторам, как один римский деятель купил говорящих попугаев, скупил всех доступных в Риме, причём это даже были попугаи, которые говорили, знали, ну, не знали языки, но знали слова на латыни, на греческом и на ещё каком-то языке. Скупив их всех, он просто их приготовил и подал на перу. Больные люди, мне кажется. Ну, в общем, да. Согласен, да? Всё равно, что они готовили из язычков фламинго и их мозгов? Я не могу успокоиться, пока вы мне не скажете. Как? Просто запекали и под соусом подавали. Кстати, почему вы не спрашиваете меня о гаруме, замечательном рыбном соусе, потому что не проходит ни одного фестиваля или какого-то такого? Да, ну, а насколько я понимаю, это же тайский рыбный соус, по большому счёту, то же самое. Ну, всё очень сложно. Ну, расскажите, да, это популярнейшая римская приправа. Правда, они ели тухлую рыбу. Нет, гарум – это, знаете, концентрат умами, то есть вкуса вкусного. Это перебродившая рыба. Причём гарумы могли быть там до 70 видов особо ценные, там, из мурены или из сардин. Или градаций было много, вплоть до того, что малюсенькие амфоры продавались за колоссальные цены. Это была приправа. Нет, смотри, рыбу складывали, её как бы вылавливали, складывали, оставили на солнце. Засаливали. Засаливали. Засаливали на солнце. Она там, в общем, так тухла-тухла-тухла. Это жидкий анчоус. И сок из неё выделялся, и это получалось рыбное соус. Я не пугаюсь, ребят, я ела тухлые яйца из них. Сенека очень гневался, он говорил, что это сукровица дохлых рыб. Сукровица рыб, да, вы платите за неё такие деньги. Так вот, это просто жидкий анчоус. И ценовой разброс был колоссальный, вплоть до того, что, например, гарум там отжимки с чешуёй и какими-то костями это шло крестьянам и, кстати, римским легионерам, а какие-то малюсенькие сосуды стеклянные шли на 100 к патрициям. И это вкус вкусного. Это вот мой опыт, да, говорит о том, что добавление гарума, нампла, да, в Юго-Восточную Азию соус, он радикально меняет вкус блюда. Это реально вкусно, от этого не надо... Какие у них ещё были приправы, кроме рыбного соуса? Мы говорили уже о дефрутах, то есть это вкус сладкого, это огромное количество специй. Вы себе не представляете, какой объём торговли был с Индией и сухопутной, и морской, чтобы через Эритрейское море циркулировали ежегодно 300 судов. Они с муссонами шли в Индию, потом возвращались назад. И они везли с собой в основном перец, специи, кроме перца, естественно, гвоздика, корица, имбирь, очень много, почти вся гамма специй, которая нам известна, всё это везло из Древней Рим. Там шёлковые ткани, павлинов, как ни странно, и в определённый период, например, при цицероне пир не считался приличным пиром, если там не подавались павлины, цесарки, аисты. А, то есть они их есть везли, павлины? Ну, основное, привезли, а потом стали разводить. Естественно, птицеводство было в огромном объёме. И аистов ели. Ой, мой мир больше не будет прежним. Нет, не будет. Пару слов, у нас просто 20 секунд, пару слов десерта-то были. Со сладостями было очень тяжело, потому что не было сладкого сахара и не было сливочного масла, потому что они считали его несъедобным. А почему они так с пренебрежением относились к коровьему маслу? Ну, при таком изобилии оливкового масла, зачем им коровье, которое считалось просто варварской едой? Поэтому сладости были в основном уваривание на меду. И хворост был, да, вот это любое тесто прижёное там или жареное с мёдом. Но со сладостями всё было довольно сложно, хотя говорят, что были и пирожные, и тортики. Но зная особенности продуктов, всё было не совсем так. Ну, друзья мои, десертом, то есть сладким мы закончили. Наше время, к сожалению, вышло. Я спешу поблагодарить исторический реконструктор, исследователь античной кулинарии Эльвира Насибулина. Была сегодня в передаче данных. Эльвир, спасибо огромное. И вам. В передаче данных Мария Бачейна. Счастливо. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприёмника. Скоро начнётся другая передача.